Всем привет! Представляем вашему вниманию топ-10 лучших турецких сериалов, вышедших в 2019 году. Десятое место. Клятва. Рейхан – молодая и скромная девушка, которая живет в маленькой деревушке. После смерти матери Рейхан живет одна. Однажды один из богатейших бизнесменов Турции Хикмет Тархун, который всегда заботился о ней как родной дядя, приезжает к Рейхан с необычной просьбой. Он просит ее выйти замуж за его сына Эмира. Тот парень безответственный и бесшабашный, а отец хочет, чтобы тот остепенился, завел семью и стал немного ответственней. А Рейхан не соглашается, так как считает, что несправедливо ставить перед фактом Эмира. Он сам должен повзрослеть сначала. Но у Хикмета нет времени, он смертельно болен. Узнав об этом, Рейхан не может ему отказать и поклянется, что не разведется с Эмира. А Эмир клянется, что при любых обстоятельствах разведется с нежеланной женой. Молодых людей ждет то, чего они не ожидали найти в этом браке – любовь. 9 место. Никто не знает. Али потерял родителей в детстве. Они с младшим братом Сулейманом попали в приют. Однако Али непростой мальчик. У него обнаруживает уникальную способность – видеть в темноте. Спецслужбы берут его под свое крыло, чтобы еще больше раскрыть скрытые таланты. После этого Али и Сулейман теряют связь между собой. Повзрослев, Али ищет брата. Поиски приводят его в небольшой бедный квартал. И в первую же ночь к нему в дверь штучится молодая женщина по имени Севда. Она трясется в страхе и просит помочь ей спрятаться. Таким образом сходятся пути Али и Севда и влюбившихся друг в друга с первого взгляда. Однако у них обоих есть глубокие раны и тайны, которые нельзя раскрывать. 8 место. Воссоединение. Азиз жил и рос в Германии. В 15 лет он вместе с семьей возвращается в родную Турцию. У них крупный семейный холдинг, которым руководит симпатичный, харизматичный и серьезный наследник семьи Азиз. Однажды он знакомится с Алифом, который после переломного момента в своей жизни ищет истинную старые бесхозные вещи. Он находит тех, кому эти вещи принадлежали, и возвращает их хозяевам. Таким образом в руки Азиза попадают старинные часы, которые, как оказывается, пронят многие тайны их семьи. Выясняя правду, Азиз знакомится с Фариде, девушкой, ставшей любовью всей его жизни, из которой их связывают общие тайны. 7 место. Любовь на показ. Однажды судьба сталкивает Карема и Айше, после чего их жизнь кардинально меняется. У Айше взрывной и дерзкий характер. У нее есть два старших брата, которые постоянно пытаются приструнить ее, что у них не очень получается. Девушка готовилась выйти замуж, однако перед самой свадьбой выясняет, что жениться изменяет ей с лучшей подругой. И вдруг она встречает на своем пути Карема. Обстоятельства так складываются, что Айше клевещит на него, вынуждаясь жениться на них, чтобы избавиться от гнета братьев. И начинается авантюрное приключение молодых людей, вынужденных жить вместе. 6 место. Первая любовь. Кузейс и Илдыз были влюблены в друг друга, собирались пожениться с благословения родителей. Все шло прекрасно. Но Кузей до свадьбы уехал в Стамбул из родной деревеньки в Караденезе, чтобы выучиться в университете. В Стамбуле молодого человека увлекла студенческая жизнь, атмосфера большого города. Он нашел другую девушку, женился на ней. Илдыз осталась одна в деревне. Прошло 20 лет. Судьба бумерангом ударила Кузея. Его жена обанкротила его и бросила одного с тремя дочерьми. Кузею ничего не остается, как вернуться в родные края вместе с семьей. Но там его ждет Илдыз, злость и обида, которая не прошла и через 20 лет. Она клянется, что не дать житья Кузею, требуя, чтобы он уехал туда, откуда вернулся. Но и Кузею не занимать укрямство. Да и некуда ему теперь ехать. Кто же победит в этой войне? Вступит из нос чувства, вздремавшие на колек. Пятое место. Осман. Эпоха Эртугрула завершается. На его смену приходит другая эпоха Османа, его сына. Осман с успехом продолжает дело отца. Создаст огромную Османскую империю, которая на протяжении многих веков расширяла свои границы. В сериале расскажут о том, как жил великий Осман Вэй, как основывал империю, о его семье и детях. Осман Гази был бесстрашным воином, который всегда смело входил в гущу сражения, подавая пример своей армии, за что его уважали и боялись. На этом непростом пути Османа Гази ждут большие испытания. И любовь, и ненависть, и потери, и завоевание, предательство близких людей. Четвертое место. Ветреный Миран на протяжении 27 лет жил с мыслимой о мести. Он не умеет ни любить, ни быть счастливым. Он жаждет лишь мести. А Рейн – та принцесса из сказок, о которых рассказывала ей мать. Она верит в чудеса, счастливый финал и бесконечную любовь. Однако при виде нее он может управлять своим разумом и сердцем, и впервые испугается. Боится, что не сможет выполнить свою миссию, сдастся на милость любви. История любви, рожденная из мести. Третье место. Чудо-врач. Али жил в маленькой деревне, однако из-за того, что мальчик родился с отклонением в развитии, отец отдает его в приют. У Али савантизм – синдром так называемого ученого-идиота, при котором имеет выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Али гениально разбирается в медицине, поэтому поступает и оканчивает в медицинский университет, а затем становится потрясающим хирургом в одной из престижных частных клиник. Второе место. Ворон. История любви Кузгуна и Дилы. Их отцы были полицейскими, работали вместе, а Дила и Кузгун любили друг друга в детстве. Однажды отец Дилы решает перейти на темную сторону. Он предает своего коллегу. Юсуф Джебеджи умирает как предатель, а его сыну и жене придется уехать в другую страну под новым именем. Спустя 20 лет Кузгун возвращается в родные края. Он полон желания отомстить и очистить имя своего отца. По приезду его пути пересекается с Дилой, любовью детства и всей его жизни. Однако все очень сложно, ведь Кузгун приехал, чтобы отомстить ее отцу. Первое место. Кольцо Сериал повествует историю мести за прошлое, которое до сих пор болит и кровоточит. Двое молодых людей, Джиганхир и Кан, отличающиеся друг от друга, приехавшие из разных мест, с упрямством и гневом стоя рядом борются за подней, который считают случайностью, прихотью судьбы. Они начнут выяснять про давнее прошлое, которое не отпускает их. Молодые люди потребуют отчета за старые счета, грязные дела, большую и маленькую ложь. Они втягиваются в жизнь, в которой властвуют мафиози, деньги, интриги. Сталкиваются с преступной группировкой, символом которого является кольцо.